Соколов можно не толкаться? Машуль, на земле около миллиона Соколовых. Кому конкретно претензии? Мамур, я не специально. Ай, хоть один из вас вежливый. Спасибо. Мам, пап, раз мы проспали, а можно я в школу не пойду? Конечно, можно. Я за. Я тоже. Как проспали? Быстро. Матя, завтракать! Ты завезешь сегодня детей в школу? Я не успеваю, у меня открытие. Я же тебе говорил. Как всегда. Мамур, не борчи. Сегодня просто очень важный день. У тебя каждый день важный. Никогда нет времени на вас. Мам, а забери у меня пораньше из школы. У меня все равно шестой урок плавания. Хорошо, я заберу. О том, чтобы сводить ребенка в бассейн, я уже даже не прошу тебя. Семь лет мужчине. Он не умеет плавать. Даже одноклассники над ним смеются. Ну что тут страшного? Этому мужчине 37 лет. Тоже не умеет плавать. И нормально держусь на плаву. Ну я шучу. Честно. Закончу с этим открытием и отведу пацана в бассейн. Обещаю. Доброе утро, пап, мам. Привет. Как дела? Доброе утро. Нормально. Я поцелую. Как успехи на танцах? Что? Никита Андреевич помнит, что у него есть дочь и что она ходит на танцы. Мамуль сегодня в ударе. Я побежал. Она улыбается. А сейчас? Другое дело. У нас, кстати, с детьми для тебя подарочек. Посмотри, когда время будет. Спасибо. Дети, обувайтесь. Я вас жду в машине. Что? Бегом, бегом, бегом. Здорово, пошел. Хороший альбомчик. С намеком. Правда, немного обидно. Получается, я у нас в пустое место? Еще нет. Ну, почти. Доброе утро, шеф. Доброе утро, Маша Игоревна. А пожелать мне удачи. У тебя все будет хорошо. Я так богоржусь. С сегодняшнего дня, обещаю, начинаю жить по-другому. Постараюсь пораньше прибежать с работы. Может быть, вместе куда-нибудь сходим в киношку. Да! Свежо предание. Вот вечер мы посмотрим. Дети, пожелайте папе хорошего дня. Хорошего дня! Спасибо большое. Дорогие мои друзья и коллеги, я вас всех поздравляю с этим событием. Мы наконец-то это сделали. Ура! Я рад приветствовать всех на открытии самого большого ветеринарного центра нашей страны. Пушистый стандарт – это не просто ветеринарная клиника, это научно-экспериментальная лаборатория, спа-центр и замечательный уютный отель для маленьких питомцев всей нашей столицы. Огромное спасибо вам за поддержку. Спасибо за ваши железные нервы, за ваши слезы. Спасибо! Опа! Можно? Ура! Проходите, пожалуйста, уважаемые журналисты. Елена Васильевна, почему у нас нет бахил? Так, бахил-машина сломалась. Как-то сломалась, у нас же все новое. Ну, дело в том, что ее уже поставили сломанной. Елена Васильевна, у нас медицинское учреждение, да, уважаемые друзья? Частота, прежде всего, обязательно сегодня поменяйте на новый марш. Где у нас совещание? А, вот, персонал ждет приема. Никита Ильич, здрасте. Доброе утро, Павлович. Вот, заступили ошейник для стационара. Какой это ошейник? Почему он не кожный? Где защита от блох? Вы бы сами такой носили. Поменяйте. Вот, проходи, проходи сюда. Это наш косяк. Просим любить и жаловать самые ценные сотрудники. Дарья Кузьминична занимается лабораторным отсеком. Очень важная профессия. Почему? Потому что к концу года я бы хотел, чтобы все анализы в нашем городе делали только у нас. Екатерина Викторовна занимается отелями спа для наших маленьких пушистых любимцев. Рекламный бюджет уже есть. Он у Егора. Егор, вы, как прежде, ответственны за инвестиции. Ну, а теперь-то инвестиции искать легче. Есть что показать. Самое главное, друзья, наша цель. К концу года мы хотели бы иметь сеть из 40 подобных ветеринарных центров по всей стране. А сейчас, если вы не против, друзья, давайте сделаем общую фотографию. Только побыстрее, а то у меня... Я опаздываю, да. Через 20 минут интервью в Коммерсанте. Улыбаемся? Стандарт. Да. Ну, я вас поздравляю, Никита Андреевич. Поехали, поехали. В Коммерсанте ждать не буду. Не вопрос, Никита Андреевич. Лечу. Встречу, встречу. Побыстрее. Мужчина, вставайте и одевайтесь. Хватит загорать. Сейчас идете к доктору, он вам все расскажет. Ваш снимочек будет у него. Гер, Якушину 205-ю. Что мне за это будет, а? Так, Гера, я тебе сколько раз говорила, что в разгар рабочего дня мы с тобой не жмякаемся. Ну, что ж, Никита Андреевич, сотрясения у вас нет. Ну, слава Богу. Спасибо вам большое. Доктор, вы меня очень порадовали, я побежал. Присядьте. У меня просто важное интервью. Поверьте, Никита Андреевич, самое главное интервью в жизни будет у вас сейчас. Может быть, я завтра подойду? Послушайте меня внимательно. Хорошо. Я посмотрел ваш снимок и заключение. У вас новообразование в правом полушарии в источном отделе. В чьем правом полушарии? В вашем. Гера, я тебе сколько раз говорила, что в разгар рабочего дня мы с тобой не жмякаемся. Ну, Гера! Ну, Гер, ну тебе что доморник одевать? Ну-ка быстро собирай. Ты перепутал все снимки. И сам теперь разбирайся, где там чей диагноз. Никита Андреевич, у вас опухоль. Опухоль головного мозга. И, к сожалению, она находится в таком неудобном месте, что неоперабельно. Извините, как вас? Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич. О какой моей опухоли идет речь? Судя по размерам и месторасположению, у вас глиобластома. Ну, кто, кто у меня по месту расположения? Глиобластома. Может быть, меня абсолютно ничего не беспокоит. Может быть, это ошибка. Геннадий Сергеевич, дело в том, что целый ряд церебральных новообразований развивается безболезненно. У вас есть несколько вариантов лечения. Наиболее вероятный, конечно, это лучевая терапия. Ну, еще химиотерапия. Сколько мне осталось? Ну, если без лечения, полтора-два месяца. Ну, вы не отчаивайтесь. Я вас сейчас направлю в онкологию. Не нужно меня никуда направлять. Я все понял. Я сам доктор. Коллега? И какой? Я ветеринар. Но рак есть рак. Это да. Ну, может, все-таки вылечит Никита Андреевич, а? Нет, Сеня. Я не буду лечиться. Это бесполезно. А как тогда? Так, Сеня, стухну, как спичка, и тихо уйду. Жестная штука несправедливая, Сеня. Казалось бы, ты живешь. Никому ничего плохого не делаешь. И бизнес мой. И жена, и дети красивые. Машина, водитель. А тут вдруг раз и занавес. И почему я, Сеня? У меня тоже такая ситуация была, Никита Андреевич. Да. Еду, еду. Никого не трогаю. И тут раз, гаишник, штраф мне на полторы штуки выписывает. Я выхожу, говорю, за что? Почему я? Ужасная параллель, Сеня. Давайте посмотрим на вашу ситуацию с положительной стороны. Разве есть в моей ситуации с положительной стороны? Конечно. Ну, смотрите, вы дом построили? Построили. Вот. Дерево посадили? Березонька. Вот. Сына родили? Родили. Ну, не я, а мы с Машей. Вот. Значит, ваша миссия на земле окончена. Сеня, это так обидно. Это такой минимум. Давайте, Никита Андреевич, за ваше здоровье. Это поздно, Сеня. Тогда не чокайся. А это рано. Вам не угодишь. Все равно я не понимаю, как Маша будет без меня. Она не сможет. Я только представлю, что она одна. Не переживайте вы, Никита Андреевич. Все у него будет хорошо. Найдет себе мужика вот так. Ну, у вас красотка. Платите, Никита Андреевич, платите. Легче будет. Не будет легче, Сеня. Больше никогда легче не будет мне, Ямашуля. Кого она себе найдет? У нее два ребенка. Попадется какой-то проходить. А мало того, что разведет ее, он еще будет воспитывать моих детишек. О, соседника. Остановитесь здесь, пожалуйста. О, Машулечка, а ты здесь? Какая ты у меня красивая. И огонь красивый. Все горит. Живо. Ты сдурел? Это пожар у людей. Кого жжем? По-моему, сегодня ты жжешь у нас. Я жжем там. А где дети? Позови всех двоих. Мне нужно вам что-то очень важное сказать. Вот ты молодец. Ты пришел домой пораньше с работы, как обещал, да? Ты пьяный, иди ложись. Не торопи, Маша. Скоро лягу. Мама, мама! Что случилось? Мама, папа вело бежала в огонь. Пиво сгорит. Спасите ее. Ребята, там собака наша. Спокойно. Я спасу. Куда ты собралась-то? Береги детей. Я бы с ним нахнули. Алло. Папа. Никита, я тебя убью. Мужик, куда? Спасите его. Никита. Мира! 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 Причест. КРИК ВЫСТРЕЛ Папа! 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 Усталтик! Скажи мне, Соколов, вот ты больной на всю голову, да? Откуда ты знаешь? А оно и видно. Оно уже и видно. Ты издеваешься надо мной или что? Тебе жить надоело. Представляешь, у меня в голове какая-то фигня. То, что у тебя в голове какая-то фигня сто процентов. Нормальный человек, но не полез бы в горящий дом. Ты отец двоих детей, у тебя собака, хомяк. Девочка моя, я умираю. Завтра утром будешь умирать, понял меня? Беги, смайлик, беги. А то я, по ходу, отбегался. Никита Андреевич, здрасте. О, Никита Андреевич! Та-дам! Ну как? Синие пакеты на ногах очень оригинальные. Да нет, это бахилы. Просто бахил машину починили. Вы же сказали, это важно. Какие бахилы? На улице сухо. Только зря деньги тратите. А что-то вы бледненький. Скажи спасибо, что бледненький. Скоро я вообще побелею. Субтитры сделал DimaTorzok Никита Андреевич, я вас поздравляю. Нам БББ-кредит предлагают, надо бы по условиям пройтись. Прощай. Никита Андреевич, можно? Никита Андреевич. Никита Андреевич? Алло. Алло. Здрасте, Палыч. Никита Андреевич, я тут ошейники приобрел. Ну как вы просили. Посмотрите, какие красивые. Сам бы такие носил. Не вопрос, Палыч. Нравится носить. Заместитель Папа. Я все придумал. Никита Андреевич, вот новый конь. Поехали. Как же я сразу не догадался. Мне просто нужно найти себе замену и все, понимаешь? После вчерашнего я вообще ничего не понимаю. Синь, что тут непонятного? Пока я жив, я должен найти вместо себя мужика. Чтоб потом, когда я уйду, было кому, а Маше позаботиться. Ну и Филиппу с Катиной нужен достойный отец. Ну честно говоря, на кого попало, я думаю, бизнес не оставлю. Это не шутка. Я понял. То есть вы вместо себя хотите найти какого-то мужика? Никакого-то, Сеня. А настоящего мужика. Чтоб он заботливым был. Может быть даже спортсмен, а не дисциплинированным. И желательно без вредных привычек. Ну? Что ну? Как что ну? Метр девяносто четыре. Здоровый, заботливый, нежный, без вредных привычек, без высшего образования, но не дурак, это точно. Ты идеальный вариант под ключ. Соглашайтесь и умирайте себе на здоровье. Согласны? Сеня, нет. А вы не торопитесь. Я не тороплю, подумайте. Не торопитесь. Какие девушки вам нравятся? Параметры, характеристики? Понимаете, тут такое дело, в общем, так получилось. Мужик нам нужен. Да, и срочно. Понимаю. Должна сказать, вы пришли по адресу. Среди всех агентств мы лидеры по количеству клиентов с нетрадиционной ориентацией. Нет, вы неправильно поняли. Я все понимаю, не волнуйтесь. Все строго конфиденциально. А есть у вас такой мужчина, чтобы солидный был? Статусный такой? Хозяйственный? Или очень богатый? Здоровье, чтобы железное было. Это очень важно. Красивый. Такой, чтобы на руках носил. Такой принц. Есть у вас такие мужчины? Увы, такие все разобраны. А какие у вас есть? У нас? Увы, этого нет. Продолжение следует... Продолжение следует... Хотя... Ну да, тут непонятно. А давайте, если непонятно, пропускать. Конечно. Завидую вашему оптимизму. Рост хороший. Только боюсь, что диагноз моего коллеги подтверждается. То есть шансов у меня никаких, да? Увы, никаких замечать. Если бы опухоль была расположена чуть ближе к оси... Вот смотрите. Ну и кто это у нас? Тут у нас шиншилла. Зовут Чуча. Ну то, что это шиншилла, я вижу вас как зовут. Меня? Да-да. Олег. Олег. Очень хорошо. Олег. Папа Олег звучит. У меня пока нет детей. Ну это пока. Как здоровье? Сейчас нормально уже. Блох мы вывели. У вас были блохи? У меня нет. У Чучи были. А у Чучи были у вас не было? Доктор, нам нужна ветсправка. Мы в Канаду уезжаем на ПМЖ. Или нам другую клинику поискать. В Канаду собрал? На ПМЖ? Да. С этого нужно было начинать. Следующий. Неужели вам никто не понравился? Нет, честно говоря, был неплохой вариант пожилой осмать. Да. Вот он, когда прокашлялся, в принципе, трогательные вещи говорил. Ну, знаете, вы переборчивый, вам не угодишь. Вот еще один остался. Давайте. Привет. Меня зовут Илья. Прости, я немного волнуюсь. В общем, скажу так. Подожди, так это же пожарный, который меня спас. У вас с этим нормально все. Железно, это точно он. Извините. Ну, ничего, я очень рада. Просто так долго искали. Да. И все-таки зря вы так, Никита Андреевич. Рановато вы меня со счетов вычеркиваете. Сбрасывай. Илья – это наша гордость. Но это и не удивительно, 15 спасенных людей только за последние полгода. Здорово. А расскажите что-нибудь еще про Илью. Знаете, Илья, такой мужчина, он, он надежный. Он добрый, он честный, порядочный. Настоящий. Вон он, посмотрите. Чтобы нашему расчету выехать на место происшествия, нужно всего 30 секунд. Поэтому, когда ваши мамы говорят, что нельзя тратить время впустую, слушайтесь. Хорошо. Ведь за 30 секунд можно спасти чью-то жизнь. Никита Андреевич, даже не думать, вы что? Ну, не пара вон Маше Игоревне, серьезно. Я вам как специалист по феншую говорю. В общем, когда у вашего Геркулеса перекур? Ну, я думаю, минут через 10 они уже закончат. И, между прочим, Илья не курит. Не курит? И не пьет. Молодец. Да. Смотри, заботливый, детишек любит. Повезло жене. Повезет. Он еще не женат. Впрочем, вы у него сейчас сами все спросите. Илюш, Илюш, Илюш! Подойди к нам. Здрасте. Ваше лицо, мне кажется, знакомо. Это судьба. Добро пожаловать. Слушай, честно, неудобно как-то. Может быть, в другой раз как-то я к вам. Во-первых, на ты. А во-вторых, что значит в другой раз? Мы же договаривались. Илюш, моя семья должна познакомиться со своим спасителем. Вот посмотри. Вот это все могло остаться без хозяина. Если бы нет. Слушай, Никит, ну мы же договаривались. Ух, скала. Пойдем. Мог бы и предупредить, что будешь не один. Да я тебя умоляю, Илюха, просыпай. Что ты делаешь? А на что это похоже? Нежные джинсы надеваю. Ах, да? Симпатичнее. Слушай, а может быть, ты сегодня вместо джинсов наденешь красный сарафанчик? Помнишь, мы в Милане купили тебе? Я не пойму, у нас сегодня мега-вечеринка намечается? Нет, просто он тебе так идет. Ты в нем такая красивая. Что за неприкрытая лесть, соколовок? Это правда. Но она работает. Да? Здорово. Хочешь сарафанчик, будь я тебе сарафанчиком. Ага. Минуту. Все. Этот? О, да. Здорово. Как же тебе идет этот сарафан. Ну, и что-нибудь самое красивое наденешь. Все, что есть. Слушай, соколовок, я чего-то не понимаю. К нам кто в гости пришел? Илюша пожарный или принц Уильям? Нет, Мажуль, я просто хотел как-то спасителя встретить. Как-то особенно. Кстати, и чем будем кормить? Я теперь уже даже не знаю. Дизайнерскими пельменями подойдет? О, а вот и наш шумахер. Знакомься с дядей, а, Филиппкий. Смотри, какой спортивный вальчик. Знаешь, сколько лет? Семь. Мыслит на десять. Английский язык знает совершенств. Скажи три. Солнышко, скажи три. Три. Оксфорд. У меня так не получается. Трудолюбивый, перспективный, математический мозг. Это очень важно. Ну, можно понять, дедушка был профессором математики. Мечтает стать банкиром, да? Нет, папа, я хочу стать космонавтом. Чувство юмора, Тони. Позови сестру. Давай. Красавчик. Красавец. Спасибо, папа. Лицо, как у мамы. Маме потом, десерт чуть больше. О, а вот наша девочка, мальчик и девочка. Полный комплект, очень удобно. Девочка у нас, как натанцует. Бабушка была известной балериной. Чего-то крутила с чаплиной. Может быть, оттуда эта ветвь, видишь, какая породистая лица. В общем, дети у нас идеальные. Непривередливые. Сами питаются, сами умываются, сами одеваются. В общем, проблем не будет. У кого? Ни у кого. Проблем с таким поколением у страны нет. Ну что, будем знакомы, чемпион? И тебе привет, принцесса. А можно я вас сфотографирую? Да, почему бы нет? На память, втроем. Боже, как вы похожи. Погладь, пожалуйста. По-по-по-семейному. Да, вот здорово. Очень хорошо. Идеальная семья. Нравится? Конечно. Собственный дворик, 16 соток. Сигнализация, видеонаблюдение. Индонезийский тик. Канадский клён. Да. Сосна. Отечественная. Попробуй. Ни одной занос. Ого. Сам проверял. В доме вся техника итальянская, дизайнерская. О, а вот и жемчужина моей золотой ракушки. Машули. Золотая ракушка, Соколов, как мило. Это ты о нашем доме? Почему бы и нет? Да просто ты здесь почти не бываешь. И это она так ругается. Не жена подарок судьбы. Хозяйственная. Не храпит, не пилит. А что, она в спальне туалет? Ох. Вот это всё, всё шторы, занесочки, это всё моя кудесница. Всё своими руками, представляешь? Одеялко, подушечки. Илья. Да, это просто нет слов. У меня тоже просто нет слов. Я хочу выбить за человека, который появился в нашей семье в нужное время и в нужном месте. Никита, ну ладно тебе, чё ты? Нет, не ладно, Илья. Не ладно, не скромничай. Никто, кроме тебя, за мной в огонь не побежал. Ты молодец, потому что ты сильный, чуткий, заботливый. Ой, Машуль, а как детишки его боготворят, это что? За тебя. А чего ты соком? Может быть, вискаря наведите? Спасибо, я вообще не пью. Не пьёт человек. Вообще не пьёт. Молодец. А я пью. Ты знаешь? Люблю это дело. Закладываю, особенно в последнее время. А Машуль, конечно, ругается. Ну ты зачистил. Ну я скоро брошу, даже если не захочу. Илья, вы с Никитой только вот на пожаре познакомились, просто ощущение, что он у вас уже лет сто знает. Ты тоже заметил? Вот у меня такое же чувство, что мы с ним, вот как будто, знаешь, родные братья, без году недели, знаем, пару дней. Ощущение, как будто мы знаем друг друга всю жизнь, да? Илюш, очень интересно, расскажи ещё что-нибудь о себе. Нам с Машенькой интересно послушать, да? Ну я даже не знаю, что рассказать. Да что угодно, всё очень интересно. Где родился, в какой садик ходил, какая была картинка на шкафчике в садике. Как, не знаю, там зелёночка и свои красивые коленки масло. Всё интересно, да Машенька? Ну, родом я из Минска. Замечательный город, природа, красота, экология. Понимаю, цивилизация. Вот. Ну что ещё рассказать? Школу закончил я без троек. Молодец, ты видишь, красавец. Учился хорошо. Я сразу увидел не только силу, но и интеллект. Причём, представляешь, природа, красота. Да, это ж сложно, пацаны играют в футбол. Пойдём побегу в футбол. Нет, говорит, нет. Я буду учиться. Мужик характер, стержень, видно, кремень. Вот, дальше армия, сверхсрочная. Недавно дембилизовался, сержант запаса ВДВ. Молодец. А меня не взяли, по здоровью не прошу. Сейчас так вообще. А семья, детки есть? Разведён. Вот уже 10 лет как. Не сложилось. Не сложилось там, сложилось здесь. Да, Машенька? Ну, кстати, девушки-то их парней любят. Ребят, может, чайку уже сладкое, пирог? Спасибо, но пирог в следующий раз. Мне пора. Я в столице недавно, своим жильём ещё не обзавёлся. Так что ночую прямо в части. Но у нас там режим, закрывается всё в 9 часов, так что, извините, мне пора. Может быть, я тебя отвезу? Куда ты отвезёшь? Ты выпил. А, да. Святая женщина всё помнит, а? Молодец. Может быть, Машуля отвезу? Да нет, ни к чему. Тут до части всего километров 15. Пробегусь. Я по утрам и того больше бегаю. Спасибо вам за эту душевную, семейную атмосферу. Давно у меня такого не было. Мария, было очень вкусно. Спасибо. Какой мужик. Был бы я бабой, влюбился бы по уши. Ну, чисто гипотетически. Ой, девочки. Никита, может не надо, что-то как-то неудобно, а? И, Лёш, даже не обсуждается, вопрос закрыт. Я же сказал, в своём доме всякое лучше, чем в казарме. Когда хочешь, приходишь, когда хочешь, уходишь. Посмотри, какой вид. Красота. А воздух знаешь, какой здесь? Вдохни, вдохни. Ещё глубже, глубже. Хватит. А то можешь создание будет. Да? О, кислород, конечно. Я сумку возьму. Ага. А давай мне. Туда? Туда. Заходи, заходи. Здесь, здесь. Нравится? Спрашиваешь. Знаешь, что это? Ключ. Нет, это не ключ. Это ключ. Мой дом. Твой дом. Больше того, моя семья. Твоя семья. Доброе утро. Доброе утро, Мария. Привет, Илья. Привет, Машель. А что вы здесь делаете? А что мы делаем? Ничего, Машуль. Я решил от лица Соколовых поблагодарить за спасение Илью и предложил ему немного у нас пожить. Никит, а мы ждать тебя на минуточку. Что значит пожить у нас? А со мной ты мог посоветоваться? Это, в конце концов, наш дом. Машуль, во-первых, это не наш с тобой дом. Это наш кастевой домик. А во-вторых, чего ты завелась, Илья? Хороший парень. Кто спорит, но зачем его тащить к нам? Маша, как тебе не стыдно человек? Мне жить спас. Я не могу допустить, чтобы муж спаситель жил и спал на тювяке пожарной части. Неужели мы, как цивилизованные люди, не можем поднимать им на руку помощи в виде маленького, уютного, гостевого дома? Да нет. Нет. Я так и знал, что ты меня поймешь. Какой молодец. Так придумал, да? Ну, не волнуйся. Это ненадолго. Пару месяцев. Максимум. Человек просто что-то уронил. Хорошо, что не шок. Что-то случилось? Да, я уронил случайно, извините. Все живы, ну и слава богу. Тут просто только мотка. Маша, когда была в декрете, фотографией занималась. Вот сразу видно, что на пленку снят. Как вы поняли. Ну, как же, цифра такого объема не дает. Я раньше увлекался фотографией. Ну, так, баловство. А вот вы, Мария, сразу видно. Ненастоящий профессионал. О, я смотрю, Илью тебе сам бог послал. В каком смысле? Ну, есть с кем поговорить об искусстве. Не то, что я. Человек разбирается. А я все, лапы, хвосты или шеи. Я за постельным схожу. Пару секунд. А, да. Ребята, давайте на «ты». Ну, вы. Добрый он у вас. В смысле, у тебя. Угу. Очень. А ты надолго? Ну, как там? Ой, Алексей, по-моему, получается. Да ничего у них не получится. Почему это не получится? Потому что они с Машей Игоревной в разных культурных нишах. В разных культурных лодках они плывут. А ты, значит, с Машей в одной культурной лодке? А я в одной. А что, не видно, что ли? Видно, конечно. Ты что, законхенд ограбил? Убежайте, Никита Андреевич. Все кутюр. Пиджак, лагерфельд, рубашка Армани, брюки Дольче Габана. А на какие-то средства гусеница превратилась в бабочку. Завидуйте молча, Никита Андреевич. Что, не совеет? Врожденное чувство стиля и потребительский кредит делают настоящие чудеса. Ну, да. Плюс фитнес, диета Дюкана. Маша Игоревна все-таки девушка стильная. Тут хочешь-не хочешь, надо соответственно. Поверьте мне, Никита Андреевич, Маша Игоревна со мной будет гораздо лучше. Маша и я, Маша и пожарный. Купается в роскоши, не моется вообще. Дети-студенты, дети-попрошайки. Дети-бизнесмены, дети-попрошайки. У детей-дети, дети-попрошайки. Дети-счастливые-старики, дети-старые-попрошайки. Старые-седые дети. Никита Андреевич, только вдумай. Рай, тьма, хэппи энд. Бомба! У меня будет самый крутой скворечник в классе. Спасибо, Илья. Давай пять. А почему, Эв? Потому что Филипп? Да. Потому что Филипп. Я тебе еще турник в дворе поставлю. Будешь настоящим супергероем. Привет. Мам, смотри, это скворечник специально для Филиппа. Ничего себе, круто. А где папа? Никита позвонил, сказал, что задержится на работе. Просил меня подстраховать. А, понятно. Вот, пойдем. Готовлю. Ну так, на скорую роботу. Из того, чтобы в холодильнике было. Обалдеть. Я не верю своим глазам. А где все-таки мой муж? Никита? Ты опять напился? Нет, я не пил. Ты что, с ножом? А чего ты тогда лежишь? А, я просто, знаешь, бежал, бежал. Немножко устал. Прилег отдохнуть. Отдохнул? Волне. Может, домой уже? Пару минут еще. Давай. Хорошо. Мой, кажется, окончательно рехнулся. Привет. Привет, ребят. Привет, извините. Немножко задержался. Это вообще скворечник бомба. Спасибо тебе большое. Илёха, спасибо, ты меня заменил. Ты боялась, что он не справится. А чем это у вас пахнет так вкусно? А это я рагу из кролика мучу. Сейчас ужинать будем. Супер. Давай, я голодный. Хозяин? Ставь сюда. Что это такое? Что это такое, Машуля? Я тебе объясню. Вот это! Вот это настоящий мужчина. Понимаешь? Нет, вот это, вот это, вот все. Что это такое? Ну что ты сразу начинаешь? Я же тебе сказал, я задержусь. У меня много работ. Ну Илёха же меня заменил. Все нормально. Да ты достал меня уже с этим Илюхой своим. Что ты несешь, в конце концов? Ты в пять часов должен был быть дома. Тебя ждали дети. А если бы этого твоего Илюхи вообще не было? Маш, типун тебе на язык. Что значит Илюхи не было? Да ты что, он молодой, здоровый. Ему еще жить и жить. Да, Илюх? Машуля, ну успокойся, любовь моя. Ну давайте вместе поужинаем. Тем более вся семья в сборе. Ты, Илюха, дети. Илюха, ты куда? Подожди. Ты куда? Илюха, ты куда на ночь глянь? Слушай, Никита, я, наверное, обратно в пожарку вернусь. Ну, правда, у вас тут без меня весело. Пойми, старик, так будет лучше. Да кому будет лучше? Ты чего думаешь? У вас тут семья, дети, своя жизнь. А тут я еще. Чего вам мешаться-то буду, а? Илюха, дай мне пять минут. Я тебе кое-что расскажу, а потом сам решишь. Уходить или оставаться. Лады? Ну, Никитос. Ну, пожалуйста. Ты уже нормальный мужик, а? Нормальный. Ну, нафига тебе это? Я тебе благодарен за все, правда. Ну, ты меня извини, пожалуйста. Ну, блин. Что? Ну, просто секс втроем, это не мое. Понимаешь? Какой секс втроем? Ты что, обалдешь? Да я не осуждаю. Серьезно, это просто я по-другому воспитанный. Ну, не мое. Какой секс? Ты обо мне? Или это что? А Маша, а себе? Или это вообще не наше? Вот стоишь. Ты просто мне сейчас... В общем, бабу здесь... Сейчас приду. Кое-что покажу. Секс втроем. Ах, а ты молодец, что секс втроем, это не твое. Я в тебе не ошибся. Ясно. Вот такие пирожки, Илюша. Вернее, пирожки понадобятся уже в течение двух месяцев. А может быть, даже раньше. Да, дела. Честно говоря, я в шоке. Ну, выглядишь ты неплохо. Это скоро пройдет. Ну, а чувствуешь себя как? Плохо, Илюша. Сушит. Голова кружится. Подташнена. Под ложечкой сосет. Язык белый. Ну, да. От химии так бывает. Да какая к черту химия, о чем ты говоришь? Я от всего отказался. Да ладно. Да. Хочу... Побыстрее выйти. Я не боюсь. Тем более сейчас, когда у меня... Появился ты. Ты прости меня, пожалуйста. Да ладно. Надо было тебе про мою болезнь сразу рассказать. Да. И про эту мою дурацкую затею с подменой. Да, ничего. Извини. Нормально все. Как тебе, Маша? Ну, Маша, она, конечно, да. Что тут говорить? И умная, и... Готовить вкусно. Да и вообще, ну... Ну, как такая женщина может не понравиться, Никит? Так и живи. Куда ты собрался? Ты пойми, может быть, мне тебя сама судьба послала. Останешься. Никита, ты... Ну, ты не боишься, а вдруг я не в ее вкусе? Я не боюсь. Я об этом много думал. Я тебе во всем помогу. Я знаю про Машу. Все. Абсолютно. Все ее любимые книги, запахи, где любит отдыхает, где гуляет. Я тебе все расскажу. Согласен? Ну, раз такое дело, согласен. Извини. А что? Ты только детям и Маше не говори. Ну, само собой. Потом как-нибудь расскажешь. На годовщине пятой. Ты молодец. Я думал, ты свингер, а ты мужик. Мужик. Держись. Нет, Ильюша, я не свингер. И никогда им уже не буду. Да ладно, что ты. Смотри, Люба, одними мышцами и хозяйственностью мою маршрулю не возьмешь. Она у меня организм сложный. Она, она как Монализа. Да, на первый взгляд, вроде бы все просто, но на самом деле эта красота заслужена. Там, поверь, тысячи нюансов и штрихов. В ней все есть. В ней есть и легкость, и женская сила. Да, и детская непосредственность, и вселенская печаль. Доброе утро. За это доброе утро я готов в жизни. Ну, давай с тобой организуем идеальное Машина утро. И тогда ты все поймешь. Давай. Запах. Она обожает запах цветов. Только букетики должны быть маленькие и очень нежные. Особенно любит ромашки. Она говорит, что ромашки напоминают ей детство. Запах кофе. Очень любит. Причем сам кофе не пьет. Запах обожает. Поэтому кофе должен быть на столе. Желательно в маленькой медной турочке. Ты ее увидишь. Она клевая. Мы ее купили на Гранд Базаре в Стамбуле. Маше завари душистый чай с медом. Да, только мед. Прикуску внутренний клади. Запомни, Маша на утро не может быть идеальной без гречки. Этот сложный, прекрасный организм просто жить не может без гречки. На полке возьми ее чашку. Не эту. Возьми глинину. Это ее любимая. Эту чашку мы с Филиппом слепили на гончарном круге в Греции. Теперь накроем стол. КОНЕЦ Знаешь, у Маши редко выпадают дни, когда она может понежиться в постели. Редко, но она это дело очень любит. Это так мило. Она ляжет, укроется пуховым одеялом, закутается по со мной уши, глаза закроет, лежит. Даже летом, представляешь? Даже летом закутывается в пуховое одеяло. Да, вроде бы все. Чуть не забыл. Музыка. Музыка. Это главное. Только обязательно должна быть на виниле. Она считает, что на виниле музыка настоящая, живая. Найдешь синий конверт, ты увидишь. Это ее любимая пластина. Конечно, вкус у нее. Мама, это тебе. 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 Я вам так скажу, Никита Андреевич. Отлично для меня. Вы святой. Если бы я был президентом, я бы вам орден за отвагу дал. Ну и что, что посмертно? Нужно просто сжечь мосты. Я приду и скажу Маше, что я ее не люблю. Наконец-то. Что наконец-то? Думаешь, легко бы так вот сказать не люблю любимому человеку? Маша, мне нужно тебе сказать что-то очень важное. Маша, прости меня, пожалуйста. Так получилось. Но я тебя больше, больше всех в мире люблю. Тебя и детишек наших очень люблю. Правда, я был самый счастливый человек на свете. Какой же я был конченый дебил. Занимался всякой фигней, вместо того, чтобы каждую секунду быть с вами. Скажи, Аня, а почему тогда вот это драгоценное время ты заставляешь нас проводить с чужим мужиком? Маша, Илюха, не чужой. Может, я чего-то не знаю. Может, у тебя какие-то неприятности. Может, какие-то проблемы. У тебя кто-то есть, да? Машуль, ты чего? Ты что, из ума сошла? У меня, кроме тебя, никого нет. Знаешь, детям тебя очень не хватает. Мне их тоже. Кстати, у Филиппа завтра родительское собрание, а я не могу приехать. Сходишь? Хорошо. Только ты там представься, тебя же никогда еще никто не видел. Мария Игоревна, ну что же вы прятали это сокровище вашего мужа? Ну что вы, он у вас просто прирожденный педагог, понимаете? Разложить вот так по полочкам принцип воспитания ребенка в коллективе. Ну, да. Конечно, своими словами, но это просто хоть конспектируй. Ирина Ивановна, вы уверены, что это о моем муже вы говорите? Ну да, конечно. И где же этот наш чудо-папа? Вот, родители консультируют. Главное это понять, чем ребенок дышит. Найти к нему подход. То есть нужно вытащить его на разговор. Проявить интерес к его увлечению. Похвалить за что-нибудь. Расположить к себе. Ну, а потом уже на правильных примерах начинать его воспитывать. А кричи, не кричи это не поможет. Ну, это я вам со знанием дела говорю. Спасибо большое. Спасибо. А ну, уже здесь. Поехали. 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 А-а-а! А-а-а! Никита! А я смотрю, выдреп получше. Это не… Ай-яй-яй, Никита Андреевич, как же так, а? Да? Че ты улыбишься? Бьет, значит, любит. Маша Игоревна! Никита Андреевич, ну что, я вас не подвела? Все хорошо, Елена Васильевна. Вы умничка. Ой, да ладно. Маша! Маш! Илья, ты Машу не видел? В доме была. Ты для меня умер, понял? Маш, ну чего ты начинаешь? Я тебя не слышу. А-а-а-а! Перестань, услышат нас. На развод я подам сама, чтобы ты не отвлекался от работы. У тебя же там выдры стонут. А-а-а-а! Детям как-то объясни хорошо. Я вспомнила о детях. А для них ничего не изменится. Потому что их папы в их жизни уже не давно. Ребят, я, наверное, пойду, у вас тут такие дела, я не хочу мешать. Стой! Куда пошел? У нас всего лишь маленькая ротация. Самец, как тебя? Ветеринар. Самец-ветеринар у нас теперь будет жить в гараже до развода. А ты в доме. Я женщина свободная, мужчина мне нужен. Да эти тишки к тебе привыкли. И руки у тебя, в отличии от некоторых, из правильного места растут. Нет, ну как так? Я так не могу. Илья, все нормально, нормально. Стой! Илья, Маша права, это между нами. Переезжай. А ты пошел вон. Я его таким красивым никогда не видел. Прям как живой. Что значит как? Вас закрывать, Никита Андреевич? Пока рано себе. Ну как? Так. Так. Нормально. Места много. Хотя при этом уютно. Мне кажется, дороговато. Ну слушайте, ну вы же не на один день ложитесь, Никита Андреевич. Вы совершенно правы. Как говорится, жизнь надо любить, а смерть уважать. Дерево. Красное. Хорошо. Это Бентли нашей коллекции. Шелк, вентиляция, премиум пакет. Он дышит. В отличие от вас. Да. Только подушки твердые. Есть пуховый? Конечно. Можно и пресс покатить. О! Активный образ смерти. Мам, доброе утро. Доброе утро, солнышко. Мам, смотри, какая у меня прическа. Здорово. Приятного аппетита. Маша, Маша. Маша, Маша. Филиппа, поможи мне. Маша, Маша, Маша. А давайте вы как зеброчки. А? Ручками. Ручками, так лапками. И ножки. Катюш, на меня чуть-чуть посмотри. Давай мы тоже. Иди. Сними нас. Давай, иди сюда. Мы вместе снимемся. Снимайся. Олечки. А цветы у вас только пластмассовые? Искусственные. Просто мне для себя, поэтому хотелось бы живые. Живые есть, но это дороже. Не надо нам дороже. Зачем нам? Сенчи жлобишься. Тебе жалко для друга хороший венок? Хороший венок не жалко. Денег жалко. Это принципиальный вопрос. Я же сказал, я все сама плачу. Нам три. И с живыми цветами. Как пожелаете. Втюхивает людям. Пластик. Жалко для друга. Искусственные. 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 Мои предложения, конечно же, заманчивые, но от бюста я откажусь. Так что же вы хотите? Стандартный памятник, может быть, обелиск, скульптурную композицию. Тихо, что случилось? Ох, извините, пожалуйста. Немножко поплохело. Фух, так потемнело в глазах. Все-таки не ко дню рождения готовимся. Мои соболезнования я тоже с клиентом напрямую. Первый раз общаюсь. Возьмусь. Финя, я что-то потею. Это хорошо, что вы потете, Никита Андреевич. Да? Да, это организм, борется. Это только начало. Вы смотрите на это с другой стороны. Скоро потеть вообще перестанете. Так что мы решили? Слушайте, Никита Андреевич, давайте у вас из мрамора в полный рост режим, а? Представляете, вы идете такой, а за вами все животные, которых вы вылечили. Нет, я не... Я делаю скрытую рекламу нашей клиники. Да, и люди будут знать, что вы даже там. Там. Думаете, а те кто? Здесь. Решили, да? Да. Я пойду. Куда? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Посерединке остановись. Мам, давай! Внимайся! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Умер! Мам! Он умер! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА К сожалению, хомячки живут всего лишь два года. Наш Смайлик и так долгожителем был. Давай. Пусть ему там будет. Хорошо. Подождите. Можно я скажу? Пусть папа скажет. Сегодня мы провожаем последний путь нашего близкого друга, хомяка Смайлика. Смайлик был хороший хомяк. Не просил у жизни многого. Не ждал чуда. Жил себе, жил, работал. Помогал животным. Всю свою короткую жизнь. Перезвони прочь. У нас несчастье. Крутился, как белка в колесе. И не ради себя, Машенька. Не ради себя. А все ради вас. Ради деток. Вот так и сгорел на работе хомяк. Ушел в мир иной. Мир прекрасный. Это единственное, что утешает. Хотя, какое утешение, когда уходишь так рано. Такой молодой. Ты еще ничего не сделал. И так внезапно. Достойным был хомяк. Без зависти жил. Без ножа за спиной. Все ради других. Жизнь. Единственное, что не ценизм. Не радовался каждому дню прожитого. Просто не знал, что он так вдруг редко все закончится. Понимаешь? И так внезапно. Можно. Возьмите горсточку. А-а-а! Ну почему? Жил так, правда? Я не могу понять, разве справедливая? Мария Игоревна. Мария Игоревна. Ничего не говорите, Машенька. Ничего не говорите. Просто плащ. Не держите все в себе. Плащите. Боже мой. Какое горе, что его не стало. Боже. Аксения, да господи, не стало нового. Заведем. Мама сильная женщина. Я вами всегда восхищалась. Я вами и сейчас восхищаюсь. Боже мой, Машенька. Как это произошло? Обычно произошло. Мы утром проснулись, а оно же это. Лапки кверху. А с ней ушел. Как святой. Ой, ой, ой. Ой, ой, ой. Машенька, боже мой. Как же уведет это черное платье. Сеня, держи себя в руках. А вот и он. Черт меня. Черт меня. Синич, смайли хуже. Ну? И почему я до сих пор не умираю? Никита Андреевич, послушайте меня внимательно. Доктор, я еще раз вам повторяю. Я не хочу ничего слушать. Я не хочу никакую химию, онкологию. Я хочу просто тихо уйти. Тихо и скоро. Может, у вас, Настя Курченко, давайте с вами договоримся. Это только между нами. Я вам заплачу деньги, никто об этом не узнает. Вы можете меня немного подтравить, чтобы я быстрее загнулся. А что вы такое несете? Я никому не знаю. Стоп. Я хочу вас обрадовать. Получив последние анализы вашей крови, мы пересмотрели снимки и заключения. И должны извиниться. Вашу историю болезни перепутали с другим пациентом. Перепутали? Что значит перепутали? Я мужа с жене нашел, я поминки заказал, я землю на кладбище у правительства вырвал. Ну, земля, дело такое, только дорожать будет. Только будет дорожать, вообще нормально. Вы что хотите этим сказать? Что меня можно вылечить? Вас не надо лечить. Я что? Здорово. Абсолютно. И ты опять твердишь, что надо бежать. И ты опять твердишь, что надо туда, где не качает сухо. И есть чем дышать. Давайте здесь есть шанс. Пускай один из десяти. Устанешь лишь вперед. Не мчится, ползет. И пусть остаться здесь. Сложней, чем уйти. Я все же верю, что мне повезет. Быстрый я, я остаюсь. Я живой, я не хочет сныть. И пусть я немного боюсь. Я живой, но я живой, я остаюсь. Я остаюсь, чтобы жить. Ты вот руку... Да, потяни. Я. Машуля! Машуля, Машуля! Машульчик, боже мой. Ты даже себе не представляешь, что произошло? Ты когда узнаешь, мы просто с тобой будем хохотать. Ух ты, ничего себе. Как красавчата. Лёха, вставай, одевайся. Голый, если лежишь. Муж все-таки в доме. Ты представляешь? Они просто перепутали диагноз. Это вообще... Ты поймешь, это какой-то там бред. Они перепутали диагноз. Илюха, я абсолютно здоров. Ты представляешь вообще? Что? Что ты здесь делаешь? И что ты хочешь праздновать? Илюха, она не понимает. Я когда узнал, я как будто бы заново родился. Я понял, Машуль, смотри, ты сейчас все поймешь. Ровно месяц назад врачи поставили мне страшный диагноз. Ну, Илюха в курсе, что я умираю. Ты представляешь? Я стал переживать, на кого я вас оставлю. Стал искать себе замену. Идиот, умно. Нашел Илюху. Илюха согласился помочь. Илюха меня выручил. Извини. Вот. Чтобы тебе было проще, я стал делать вид, что я бухаю, хожу на левну, какое лево. Как-то у меня есть ты. Ну, теперь я спокоен. Я здоров. Я в семье. Илюха, я вернулся домой. Я здоров. Никита, ты пьяный. Машуль, ну я немножечко выбил шампанка. Ты слышишь, что ты несешь? У тебя что, белая горячка или что? Да, любовь моя, я слышу. Я абсолютно все понимаю. Илюха был в курсе. Илюха, ну расскажи ей правду. Да, Илюха, расскажи мне правду. Никит, прости, но я правда не понимаю, о чем речь. И что я должен, собственно, рассказать Маше. Как? О чем ты? Скажи ей правду. Ну как мы с тобой договорились, что ты вместо меня будешь? Ну, Илюха, ну ты чего? Прости, я не понимаю. Ты знаешь, вот, первый раз в жизни за тебя просто стыдно. Ты ж... Ах ты, сучара, пожарная. Маша, мы ее вправду нужно меньше пить. Короче, так, Никитос. Предлагаю решить все по-семейному. Завтра ты разводишься с Машей и исчезаешь из нашей жизни. Лады? Из какой это из вашей жизни? Мы, конечно, не звери. С детьми мы тебе дадим видеться. Ну, раза два-три в год. Это как мы с Машей решим. Илюш, ты не понял. Я тебе еще раз говорю, врачи ошиблись. Диагноз оказался немой. Твой, братан, твой. Диагноз правильный. Тебя больше нет в этой семье. Ты ушел. Я никуда не ушел, Илю. Я здесь никуда не ушел. У меня нет никакой опухоль, поверь. Возможно, у тебя ее и нет. Но у нас в семье она есть. И эта опухоль ты. Ты старик, да? А я хирург. И я ее удалю. Ты же пожар. Ну, как ты не понимаешь? Ты же им приносишь только боль. Ты боль. Я боль. Да, да, да. Ты односплошная боль. Ты больной? Я тебе говорю, что я абсолютно здоров. Врачи ошиблись. Это моя семья. Это мой дом. Съезжай из нашего дома. Я тебя по-хорошему... Тш-ш-ш-ш. Послушай меня. Хорошо. Однажды я потерял свою любимую семью. Не сохранил, не спас. На себе и перспективе новой семьи я поставил крест. Решил просто спасать людей. Стал пожарным. Тут в моей жизни появился ты. Со своим предложением. Я понял, судьба дает мне второй шанс. Красавица Маша, Катя Филипп. Старик, это и моя семья. И второй раз я терять ее не собираюсь. Я их люблю. Я их спасу. От тебя опухоль. Мы можем мирно поговорить. Можно тебя чуть-чуть поближе? Еще млющий. Ну вот, все организовано, как положено. Борщ, пирожки, кутя, водка. Нравится? Очень. Спасибо. Извините, поминальный рефлекс просто. Было двое друзей. Шли по жизням и рядом. Отчего же ушел мой товарищ так рано? Я остался один. Наступило. Финита. Ведь ушел лучший друг. Спи спокойно, Никита. Рано меня еще сегодня хоронить. Рано. Папа, когда уже будет мясо? Скоро знак. Иван, мясо. Привет. Ничего себе. Спасибо, что пришло. Я правда как-то одета не совсем уместно. Нормально, по-домашнему. Мне нравится. Соколов, я как-то так понимаю, что это попытка свидания, да? Хотелось бы вам доверить. Только учти, я тороплюсь. Я понимаю. Помнишь, наше первое свидание? Мы смотрели однажды в Америке на ноутбуке. Ты еще потом вспоминал часто сцену в ресторане. Ну, конечно, я помню. Ты решил воспроизвести? Ну, Дениро опаздывает так, что я вместо него. Я надеюсь, до сцены с изнасиланием в машине мы не дойдем? Не, я бы хотел, конечно, но я понимаю, шансов нет. Поэтому, ну, хотя бы на танец я могу рассчитывать. Попробуем. Будьте добры. Соколов, что ты от меня хочешь скажи? Я хочу, чтобы ты меня услышала. Ладно, допустим, весь этот бред с твоей болезнью, это правда. Но как ты мог мне не рассказать? Мне? Как ты мог придумать всю эту чушь с Ильей, с секретаршей? Я не знаю, мы что, в детском саду? Я был в шоке, правда. Не в адеквате. Я хотел как лучше. Честно, это случайность. Случайности не бывает. Я за эти две недели, кстати, тоже много чего поняла. Поняла, что мне нужен муж. Нормальный муж, заботливый, любящий. А моим детям нужен отец. А не дебил перероста, который врет семье и играет в войнушки с пожарными. Никита меня очень сильно обидел. И я не знаю, как тебя простить. Прости, я понимаю, я виноват. В отношении к тебе и к нашим детям. Ну и дело даже не болезнь. Я понимаю, что... Извини. А вот и Илья. Между прочим, он сейчас с твоими детьми находится. Мне нужно идти. Да. То есть идея с заменой не такая бездарная? А ты неисправил мой предлог. Машуль, что мне нужно сделать? Даже не знаю. Может быть, что-нибудь, что делают взрослые. Никита Андреевич, какой вы тяжелый. Быстрее, быстрее. Быстрее, быстрее. Па, а маму и Кате ты тоже украсть можешь? Чего ты взял, что я тебя украл? Ну, обычно дети не выходят из школы через окно туалета. Я с тобой согласен, логично. Но с другой стороны, крадут обычно чужое, правильно? Ну, а в нашем с тобой случае я вроде как вернул свое. Ты ведь мое. Еще какое. Ну, а то, что через окно туалета, ты уж прости, это была вынужденная мера. Па. Ау. А то, что вы с мамой разводитесь, это тоже вынужденная мера? Представляете, стоит и убеждает меня, что он папа Филипп. Ну, я вашего-то папу знаю, а этот мне с самого начала не понравился. Такой невоспитанный, наглый. Да, кстати, на нашего трудовика похож, да? Давайте в полицию поедем. Ну, дадим показания, фотопортрет сделаем. Я этого коротышку хорошо запомню. В этом нет необходимости, мы разберемся сами. Маш, ну, на самом деле, мало ли что на уме у этого маньяка. Я знаю, где они. Поехали. Па, все равно ничего не получится. Я никогда плавать не научусь. Сынок, может быть, дело не в тебе, дело в тренере? Сейчас появится Тимофеевич, он обалденный тренер. Все у нас получится. Хорошо? Здорово. Па, я все равно немного боюсь. Сынок, я тоже боюсь. На раз, два, три. Готов? Раз, два, три. Все правильно, они здесь. Мама, смотри, я был у! Мама, смотри, я даже с дельфинами нырял. Конечно, мой герой все видела. Ты же у меня теперь супер пловец. Я так тобой горжусь. На жульки мои. Мам, а ты папу никогда не простишь? Так, а кому пора уже ложиться спать? Спокойной ночи. Добрый день, дамы и господа. Наш детско-юношеский турнир по латиноамериканским танцам объявляется открытым. И на паркет приглашаются пара номер 16 Буренко Марк и Зюськина Кира, пара номер 68 Керимов Максим и Едиенко Мария, пара номер 91 Максаков Дмитрий и Сноговская София, пара номер 29 Романчук Владимир и Шведова Ева, пара номер 25 Соколова Катя и Капустин Максим. Пара номер... Друзья, к сожалению, в связи с отсутствием партнера Капустина Максима, пара номер 25 не участвует в конкурсе. Ну а мы продолжаем. Пара номер 63 Гольнев Даниил и Симоненко Ксюша. Пара номер 47 Куцулыма Максим, Панченко София. Пара номер 54 Селин Ян и Свечкарь Алена. Пара номер 44 Колесник Вадим и Коземова Кристина. Друзья, у нас приятная новость. Пара номер 25 все-таки примет участие в состязании. И поэтому я приглашаю на паркет Соколову Катю и ее папу. Аплодисменты. И первый танец нашей конкурсной программы – зажигательный ча-ча-ча. Привет. Привет. А ты что, танцуешь? Немного в школе заниматься. А костюм что, со школы остался? Очень известно. Штаны не подошли. И как мы будем танцевать? Опа. Вот так вот. Нормально. Все, что помню со школы, папа ведет. Я не знала, что у меня есть папа. Папа, не крути бедрами. Это почему? Это кошло. Это чача. Отвернись. Павернись. Обредились. Ты как мама. Так где все это время был? Я был занят. Я тебе не верю. Честное слово, я больше так не буду. Я обещаю. Папа хороший. Дочка, посмотрим. Чача. Раз, два, три. Чача. Прости прощения. Хорошо. Прости меня, пожалуйста, моя любовь. Папа, ты ведешь себя как мама. Что дальше? Подальше уколчик. Раз, два, три. Раз, два, три. Чача. Раз. Я устал. Держись, старичок. Ты куда? Скоро увидимся. Хорошо. Я тебя люблю. И я тебя. Ты, конечно, безнадежный. Это почему? Я веду себя как мама. Это точно. Дамы и господа, ваши аплодисменты нашим участникам вообще и паре номер 25 частности. Мама, у нас самый лучший папа. Почему вы аплодируете? Они же надели кучу ошибок. Это был хип-твист. Нужно чек-чек. А это был чек-чек. У меня был чек. Чек-чек был. Аплодисменты. Чек-чек у Моррисла. А вот здесь мне папа на ногу наступил. А вот здесь мы Тимофеич хвостом по лицу попал. А у меня сюрприз перед сном. Мороженое. Спасибо, я не хочу. Мне мороженое уже надоело. Хорошо. Тогда сразу спать. Хватит гаджетов на сегодня. Ну сколько можно говорить? От них зрение портится. Живо! Мам, ну скажи. Нам всегда разрешали играть перед сном. Илья немножко прав. Уже поздно. И вам поверьте ложиться спать. Видишь, Филя, у нас в доме теперь все по расписанию. Прямо как в армии. Или как в тюрьме. Ничего, ничего. Привыкнут. Скоро воспитаем. Они у меня вот здесь будут. Что значит воспитаем? Это мои дети. И я решаю, сколько им смотреть мультики, сколько им смотреть телевизор, и когда им идти спать. Хорошо, хорошо. Маш, я не спорю. О, я тебе как раз твой любимый. С мяткой. Да мне тошнит уже от твоих коктейльчиков. Прости. Не-не-не, ты мне прости, Маш. Как скажешь, нет так нет. Я еще вот что хотела тебе сказать. Ты ничего не подумай, я тебя не тороплю. Но что у тебя с квартирой? Ты ищешь? Ты, конечно, можешь еще недолго здесь побыть, но... Мам, расскажи нам сказку на ночь, пожалуйста. Конечно, мои хорошие. Я уже иду. Договорились? Спока на ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Рисунки на хлебе появились еще в Древнем Египте. Это были рисунки в виде крестиков, цветов и знаков рода. На детских булочках... Что там? На детских булочках изображали котят, индюков и петухов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Угадай, кто я? Какой-то супергерой. А какой я супергерой? Ты человек Илья? Ильи больше нет. Я человек пожарный. Илья пришел из армии и познакомился с Настей. Влюбился в нее по уши, сразу женился. Хотел с ней американское кино. Белый забор, лабрадор, свой газончик, барбекю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Настя ушла к другой. Ты хотел сказать, к другу? Зина оказалась больше, чем друг. От тебя когда-нибудь уходила любимая женщина к другой телке? Ад от меня нет. Это был ад! Над ним смеялись все. Весь мир. Кошмар. Ты представляешь, каково это, когда над тобой смеются все? Вся палата. Палата? Это не важно. Там только Петровна зверюга. А Петровна? Главврач. Она тебе на ночь подвезет две таблетки и спать ты ей хочешь. На тебе! А не можешь! Не можешь! Не можешь! Илюха, перестань. Какая я тебе Илюха? Ты файерман. И понял тогда Илюха, что никакой он не Илюха. Что он не просто там Илюха. И призвание его быть не просто каким-то там вонючим Илюхой. И понял тогда Илья, что он это я. А миссия у него спасать мир. И снова сбежал из палаты. Кого я только не спасал? Взрослых, детей, собачек, котят, ягнят. Ягнят? Сейчас не об этом. В общем, в какой бы агонии я ни зашел, мне все нипочем. Максимум пересадка кожи. А знаешь почему? Потому что ты файермен. Яблочко, опухоль. Ты вообще веришь мне, что я файермен? Конечно. Честно? Если честно, то нет. Если я докажу тебе, что я настоящий супергерой, ты остаешь нас всех в покое. Илюша, прости, а как ты докажешь мне, что ты супергерой? Пойдем. Смотри, сейчас совершенно спокойным шагом я перейду на другую сторону дороги, и со мной ничего не случится. Тогда ты мне поверишь? Илюш, может мне надо? Ты так ничего и не понял. Подержи. Илюша, а ты кто у нас в этот раз такой нарядный? Дракон, что ли, какой? Да иди ты в жопу, Коля. Сам ты дракон. Он человек пожарный. А ты кто? Оно, опухоль. Очень приятно. Вы знакомы, да? С Илюша-то? Он у нас звезда палаты. Откуда мы его только не доставали? Со столба снимали, с канализации высасывали, из клетки стигров выманивали. А вот с асфальта еще не соскребали. Аня, слушай его. Он сумасшедший. Загружай. Анастон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Во это дело... Анастон. Анастон. Адон. Анастон. Анастон. Алла. Анастон. Субтитры создавал DimaTorzok Никит. Что? Нет, ничего. Ничего. Все нормально? Прошу. Если вы не передумали, то подпишите, пожалуйста, вот здесь. А мы не передумали, да? Так, здесь. Вот. И вот здесь, пожалуйста. Все? Поздравляю. Я побегу, ты заберешь, потом в документы, хорошо? До свидания. Всего хорошего. И вы, пожалуйста, вот здесь. Спасибо. Это что? Это выставка твоих фотографий. Это оркестр. Круто играют ребята, правда? Никита, я ничего не понимаю. Мы же только что... К этому вопросу мы вернемся. Обязательно. А это твои гости. Добрый вечер. Здрасте. Геннадий Сергеевич. Геннадий Сергеевич, знакомьтесь, это Маша. Геннадий Сергеевич тот самый доктор, который перепутал мой диагноз. Увы, наша медицина несовершенна. Врач, как и сапер, ошибается однажды. Но в случае с Никитой Андреевичем, слава богу, пронесло. Слава богу. Это правда? Так. Это Елена Васильевна. Замечательная сотрудница. Ты ее знаешь, оказалась очень талантливой актрисой. Мария Игоревна, я изначально была против этой авантюры, но у меня не было другого выхода. Очень хотелось в отпуск. По-моему, она заслужила. Я тебя задавшим. Сеня, тайно в тебя влюблен. До сих пор не можешь смириться с тем, что я не умер. Ничего, ничего, Никита Андреевич. У вас еще все впереди. Егор, кстати, можешь больше не искать инвестиций. Я передумал расширяться. Очень хочу побыть семьей. Осталось самое главное. Пойдем. Я же здесь вышла за тебя замуж. Поэтому мы и здесь. Ты веришь, что есть жизнь после смерти? Не знаю. А я знаю. Я, честно говоря, жить только начал после того, как умер. Ты поэтому на колено встал? Выходи за меня. Никит, мы уже были женаты. Не совсем. Того, с кем ты раньше была, больше нет. А это кто? Это тот, которого ты так долго искала и наконец нашла. А этот кто-то присутствовать в нашей жизни при этом собирается? Этот новый очень собирается. Тогда я снова согласна. МЕРОН «О, МЕНaitы!» Субтитры создавал DimaTorzok